Шабло топ, шабло топ, дорогие друзья! Всем желаю хорошей недели, хорошего и сладкого года! Итак, Йом-Кипур! Уже скоро на днях, совсем скоро Йом-Кипур! Этот великий день очищения, когда Всевышний дает нам такой подарок. Все наши грехи очищаются, и вот эти вот мешки, которые мы с собой носим весь год с грехами, которые тянут нас вниз, не дают нам развиваться, все уходит, мы обнуляемся, мы очищаемся и можем дальше спокойно продолжать служить Всевышнему. Известно, что в Йом-Кипур запрещено кушать и пить, это такой тяжелый пост, 25 часов, мы весь день молимся, и написано, что мы должны уподобиться ангелам. Мы одеваем специальную белую одежду, чтобы быть похожими на ангелов. Давайте сегодня, вот буквально пару минут, немножко обсудим эту тему уподобления ангелам. Зачем мне это делать? Я же человек, я весь год кушаю и пью, я одеваюсь так, как я одеваюсь. Человеку свойственно делать грехи. Почему Тура от меня хочет, чтобы я в Йом-Кипур был похож на ангела? Зачем эта игра? Зачем мне быть тем, кем я не являюсь? Что мне дает вот это вот уподобление ангелам в Йом-Кипур, если я человек? Человек из плоти и крови, который кушает и пьет, который живет так, как он живет, которому свойственно грешить. Ангелы не грешат. Ангелы, они там с Богом, они такие святые, такие хорошие, выполняют поручения Всевышнего. Причем здесь я к ангелам. Итак, здесь очень-очень важно слушать внимательно. Говорите Ревяков Галинский. Ревяков Галинский это был великий праведник, которого, к сожалению, в советское время выслали в Сибирь. И там он был на каторге за то, что он занимался иудаизмом, обучением и так далее. Как известно, были тяжелые времена. И многих-многих праведных раввинов посылали Всевышний в Сибири. Рассказывает Ревяков Галинский, что в Сибири Всевышний также было все польское руководство. После пакта Молотова-Риббентропа поделили Польшу. И вот вся вот польская элита, все генералы, все офицеры, все министры, вся вот верхушка, которая была в Польше, всех всылают в Сибирь. И говорит Ревяков Галинский, что там в Сибири они спали, такие были трехъярусные нары. И Ревяков спал на верхнем этаже, на верхнем ярусе. И там через несколько кроватей, через несколько вот этих вот нар, он видел, как один из известных польских генералов, рано-рано утром встает еще, подъем там, допустим, в 5-6, я не знаю, там на каторге, наверное, к сожалению, вставали очень рано. А он в 4 утра уже встает, что-то там одевает, ходит и марширует, отдает честь, занимается какими-то странными вещами. Это повторялось раз, два, десять раз. И Ревяков Галинский решил поинтересоваться у этого польского бывшего генерала, чем ты тут занимаешься, зачем ты так рано встаешь, мы и так работаем, как рабы, мы такие уставшие, а ты еще рано встаешь, что-то там одеваешь, что происходит? Вот, ответил ему бывший польский генерал, что здесь в ссылке советские власти хотят подавить нас. Чем больше ты генерал раньше занимал, чем большую позицию, чем более важным человеком ты был, чиновником, генералом, офицером, тем более унизительную работу тебе дают. Занимайся уборкой туалетов, занимайся там на кухне. Самая грязная работа давалась тем, кто занимал наиболее высокий чин в своей предыдущей жизни. Зачем? Чтобы подавить, чтобы ты забыл, кто ты есть. Все, пришла советская власть, ты будешь убирать туалеты, ты больше не генерал. Сказал ему этот бывший польский генерал, а я не хочу. Я польский офицер, я люблю свою страну, я хочу ее защищать, я хочу, чтобы моя страна была независима, чтобы мы жили так, как мы жили. И вот я сохранил какие-то части своей бывшей генеральской одежды, своего мундира, и я одеваю этот мундир по утрам, пока никто не видит. И я марширую, вспоминая, как я маршировал раньше. Я даю честь, вспоминая, как я давал честь раньше своим подчиненным в армии. И я напоминаю себе, что сейчас я нахожусь в ссылке. Но на самом деле я генерал, я поляк. И то, что со мной здесь происходит, это какие-то временные трудности. Дай бог это все закончится. На самом деле я генерал, и я никому не дам себя унизить, никому не дам права меня, чтобы я забыл, кем я являюсь на самом деле. Так ответил польский генерал Ябряков Галинский. Говорит Ребьян Калинский, то же самое происходит с нами в Йом-Кипур. Мы все знаем, что есть такое проклятие. Первый человек согрешил, самый-самый ужасный грех за всю историю человечества. И поэтому у нас есть проклятие, в поте лица будешь ты работать. И мы все хорошо знаем, что такое в поте лица. Мы все работаем, столько проблем, столько трудностей. Мы бегаем целый год, как эта белка в колесе. Часто забываем про Всевышнего. Столько бед, столько болезней, столько проблем. Мы бегаем, прыгаем, кувыркаемся. Такая сложная жизнь. Но говорит нам Тора, приходит Йом-Кипур. Не работай, не включай телефон. Не кушай и не пей. Уподобься ангелу. Почему? Не потому, что копируй поведение ангелов, а потому, что ты и есть ангел. Каждый из нас это душа. Вечная душа. Бесконечная частичка самого Всевышнего. Йом-Кипур, перестань работать. Выйди из этого проклятия. В поте лица работай, будешь ты собирать свой хлеб. Одень специальную йом-кипурскую одежду, такой белый, такой халат одевают мужчины, как ангелы. Вспомни, кто ты такой. Находись в молитве, в медитации, в Торе. Там будут выносить свитки Торы. Убери все свои грехи. Вернись на заводские установки. Сделай вот эту вот цву, возвращение ко Всевышнему. Будь тем, кем ты являешься. Мы спросили, зачем мне в Йом-Кипур вести себя так, если весь год я себя так не веду. Потому что Тора хочет, чтобы ты в Йом-Кипур ввел себя так, как кем ты являешься. Ты душа. Ты духовный человек. Молись. Будь на связи со Всевышним. Убери вот эти вот все посторонние вещи, которым, к сожалению, вот которыми мы вынуждены заниматься весь год. Будь как тот генерал, который, он весь день работает, весь день, как раб, убирает туалет. Но вот это вот маленькое мгновение, когда он может одеть на себя мундир и быть тем, кем он на самом деле является, это уникальное мгновение является Йом-Кипуром. Весь год ты занят. Это все понятно. К сожалению, вот такая вот у нас жизнь из-за наших грехов. Очень много разных проклятий, наказаний. Вот такая вот ситуация. Но в Йом-Кипур будь тем, кем ты являешься. Ты это душа. Ты это частичка Всевышнего. Приходи в синагогу, помолись и будь собой, самим собой настоящим. Вот поэтому в Йом-Кипур мы уподобляемся ангелам, потому что мы и есть вот эти вот ангелы. А Талмут говорит, что мы даже выше, чем ангелы, мы ближе ко Всевышнему. Я желаю всем шаблотов. Я желаю всем хорошего и сладкого года. И дай нам Бог пропитаться вот этим Йом-Кипуром тем особенным временем, когда мы можем быть теми, кем мы есть. Спасибо большое за внимание.